Помните, у Задорнова была такая дежурная шутка? Ну, тупые! Он, правда, про американцев это говорил. Знал бы, Михаил Николаевич, что система координат очень скоро поменяется. Господа, я иной раз смотрю на наших верных запутинцев, и мне страшно становится. Вот из последнего фанат Владимира Владимировича меня посредством переписки пытался задавить аргументами. Зачитывать это не стану, перескажу общий смысл. Неудивительно, что люди в Хабаровском крае выходят на улицы и их заставляют. Губернатор Фургал за три года своего губернаторства конкретно край под себя подмял. Там все обросло коррупционными связями, везде теперь его ставленники, и это очень плохо. В том числе для развития региона, а народ-то и вовсе бесправен и запуган. Слушайте, что у таких людей в голове? Причем, когда я задал человеку встречный вопрос, вот в Кремле ребятишки уже 20 лет сидят, и не только в Кремле, а в нашей стране ведь вся власть принадлежит по сути одной группе элит. Вас это не наталкивает на мысль, что там еще сильнее коррупционными связями попахивать должно? Нет, отвечает, эти не могут, они ж патриоты, они ж за Россию. На самом деле, оно и не смешно, потому что это типичная жертва пропаганды. Потому что в отношении этого человека, я считаю, совершено преступление. Его уничтожили как личность, превратили в животное. А сколько таких по стране? Начинаем! А самое это смешное, ведь продолжают свои бесчеловечные психологические эксперименты над народом эти упыри. Я сейчас и про нашу власть, и про пропагандистов говорю. Один из примеров. В минувшие выходные на Дальнем Востоке снова прошли массовые протесты. Теперь там выступают уже за отставку Владимира Путина. Самое массовое шествие состоялось, понятно, в Хабаровске. По разным данным, на улице вышло от 75 до 100 тысяч человек. И вот что писали в российских СМИ. Да там от 3 до 6 тысяч митингуют половина толпы вообще журналисты и блогеры. Ну да! Внимание! Честный суд в Хабаровске! Честный суд в Хабаровске! Честный суд в Хабаровске! Даже центральные каналы не могут частицу показать вот этого всего. Согласитесь, тут и экспертам не нужно быть, чтобы понять, нас снова обманывают. Протестующих явно намного больше, но смешнее другое. Упырьки сами себе противоречат. И так, вот стоп-кадр с субботнего шествия. А вот фотография годичной давности, сделанная с той же точки, там же в Хабаровске, только во время Бессмертного полка. Видите, да? Они почти идентичны. А теперь давайте посмотрим, что год назад о похожем шествии эти писали. На акцию Бессмертный полк вышли свыше 50 тысяч хабаровчан. Господа, это не я придумал. Я привожу сейчас конкретные аргументы, причем я даже не копал глубоко. На то, чтобы расчехлить лжецов в данной конкретной ситуации, мне потребовалось секунд 20. Зашел в поисковик, набрал Бессмертный полк 2019. Все. Это не просто ложь. Это уже чудовищная ложь. Ведь когда-то кто-то хвастался. Такой очень личный вопрос от одного из наших зрителей. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Не врать. Это реальная журналистика. Ну вот про не врать сегодня и будем говорить. Поехали. А еще власти и пропагандисты очень активны. Сейчас качают тему ангажированности хабаровских протестующих. Свою любимую песню завели. Да и людям платят. Опять же, какие-то враги, что мечтают разрушить стабильность, во-первых. Что это за стабильность такая, которую можно разрушить митингами на Дальнем Востоке? Во-вторых, ну расскажите тогда, кто платит только с конкретикой. С именами, фамилиями, паролями и явками. А у них же вот. А все, что я вижу под окнами последние три дня, у меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто как все это дело организует. Так вот, где они, эти неопровержимые доказательства? Третью неделю целый регион бунтует, да не один. К хабаровчанам соседи присоединяются, а нам в качестве аргументированных объяснений демонстрируют какого-то клоуна с какими-то невнятными заявлениями. Вот этот новоиспеченный чиновник, когда болтает о неопровержимых доказательствах, он что имеет в виду? Это? Часто бываешь? Каждый день практически. А что, приходишь, нравится здесь? Ну, что не нравится? Раньше просто так ходил. Сейчас по тысяче платят, что же не ходить? Господа, поверьте, я таких вот типа неопровержимых доказателей сам могу наснимать целый вагон, причем даже не выходя из этой студии, а теперь серьезно. Заявляете, что людям платят за участие в митингах и даже суммы конкретные называете, значит, внедрили кого-то, и человек ходил, получал деньги. Можно какую-то оперативную съемку? Тогда фотографии хотя бы по 70-100 тысяч на те шествия выходят. Незаметно раздать деньги такому-то количеству участников просто нереально. Да и возможности сделать съемку было выше крыши. Третью неделю, повторюсь, люди в Хабаровском крае протестуют в нескольких городах. То есть им 15 дней к ряду, бабки раздают по всему региону и ни одного оперативного кадра. Да ладно! За каким мы тогда содержим такое огромное количество спецслужб? За каким мы содержим целую армию государственных СМИ? Ах, все, до меня дошло. Так у них же нет ничего. Нам снова врут. А если говорить о поиске выгоды для кого-то, то вот. Есть у вас три мнения. Мнение Путина, мнение Жириновского и мнение Хабаровчан. Вот что для вас, какое из этих мнений будет главным, превалирующим? Мнение Путина, мнение Жириновского и мнение Хабаровчан. А мнение всех этих трех субъектов не отличается ни по одному вопросу. Не отличаются. Хоть любое возьмите, назовите вот пальцем в небо, я вам скажу, что они абсолютно идентичны. Нет, конечно, в том, что этот человек приехал пропиарить свою партию перед сентябрьскими выборами, нет ничего страшного. Ну как-то это некрасиво, что ли. Ну да, бог ему судья. О политическом кризисе на российском Дальнем Востоке знает уже весь мир. 15 дней дым стоит коромыслом, так обратись ты к людям. Владимир Владимирович, что они многого требуют? Их требования какими-то невыполнимыми являются. Ну теперь да, там уже об отставке главного скандируют. А до этого открытый суд непосредственно в Хабаровске с участием присяжных. В чем была проблема? Или дело Фургала действительно состряпано? Тогда это многое объясняет. А вот этот ход карикатуры, я сейчас про Дегтярева, да он же больше на попку дурака похож. Кроме истеричного смеха этот комедиант никакой другой реакции вызвать не может. Регион не может оставаться без руководителя, поэтому я здесь. И указом президента назначен, чтобы вот это замечательное здание функционировало как часы. Что несет? В регионе две недели отсутствует голова и жизнь там сразу остановилась. Полное безвластие. А простой пример приведу. Сейчас за окном лето. Больше половины губернаторов в стране в отпуск ушли. И что? Их регионы парализовало из-за этого. Да нет. Главный в отпуске, значит его обязанности, исполняет кто-то из заместителей. Это нормальная практика. В Хабаровском крае, уверен, все то же самое было, пока не появился вот этот вот банщик гороховый. Очень перспективный сотрудник. Но, к сожалению, идиот. Да, друзья, еще раз обращаюсь к вам за помощью. Мой коллега Евгений Анисимов застрял на Дальнем Востоке, видимо, надолго. По крайней мере, до тех пор, пока не появится какая-то ясность, определенность. Там все очень горячо, сами видите. Ну, вот так вот мы, Хабаровчанам, решили помочь. Помогите и вы нам. Нужны деньги на проживание, питание, передвижение. Съемочные группы у нас нет инвесторов. Мы живем за счет рекламы. С рекламой пока засада, лето. Реквизиты оставлю в описании. Спасибо. А вообще вся эта дальневосточная история – большой урок для всех нас. Мы в очередной раз убедились, что российские власти не способны хоть сколько-нибудь контролировать любую ситуацию, тем более грамотно управлять страной. Хабаровчан, по сути, предали. В непростой ситуации Москва отвернулась от целого региона и делает вид, будто этого региона вообще не существует. А если завтра на них китайцы войной пойдут, обиратель емель русских что делать станет? Дальше фейерверки запускать, как в минувшие выходные, когда день ВМФ с размахом отмечали. У нас куда ни посмотри, везде адница. На дворе глубочайший экономический кризис. На востоке кризис политический. С коронавирусом до сих пор не разобрались, а царь салютики запускает и праздники празднует. Знаете, вот все чаще в последнее время вспоминаю героя Сергея Юрского из «Бессмертного места встречи». Его диалог с Шараповым. Плохой человек твой, Жеглов. Для него люди мусор. Доведется, он и через тебя перешагнет. К чему я это? А, догадайтесь. Все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться пока. Пока.